Дорогие друзья, я всех приветствую в Канаде, в городе Торонто. Находимся мы сегодня с вами в Shervey Garden Shopping Center. И пойдем посмотрим пуховики. Мне как бы не нужен, но я хочу посмотреть для своего сына. Конечно, все это можно заказать онлайн, но я решила посмотреть, потрогать руками. Смотрела для сына, стала сама примерять в конце концов, но это уже попозже, я вам все покажу. Но сначала хочу вам показать, конечно, нельзя пройти мимо всех этих прекрасных украшений, предрождественских, предновогодних украшений. В торговых центрах стоят елки, все украшено очень красиво. До Нового года осталось совсем немного, до Рождества вообще просто уже совсем немного. И для Канады Рождество это самый главный праздник. И, конечно же, у нас все прям бурлит и кипит подготовкой к Рождеству. На самом деле я вам снимаю сейчас такое место, такой домик Санта Клауса, который находится в центре шоппинг-центра. В него можно прийти с ребенком, посидеть, поговорить с Сантой, сделать фотографию. Кстати, все это бесплатно. И вот, всем привет от канадского Санты. Он вам машет рукой и передает большой привет. Очень доброжелательный Дед Мороз. Но это не Дед Мороз, на самом деле, это Санта Клаус. Всем машет, всем с удовольствием с ним общаются. Вот. Ну, в принципе, это для детей. Ну и взрослые иногда забегают посидеть к нему и попросить о чем-то своем наболевшем. Еще немножко поснимаю вам лампочек огоньков, потому что пройти мимо невозможно. Там же стоит вот такой огромный, совершенно необыкновенной красоты. Весь блестящий, переливающийся олень. По-видимому, это олень. Вот. И сейчас мы направляемся с вами в магазин Канада Гус. Как вы видите, вот это то, как выглядит магазин снаружи. Он очень интересного дизайна, сам магазин. Если мы говорим о пуховиках, то самый известный канадский пуховик – это компания Канада Гус, что в переводе означает «канадский гусь», как это ни странно. И я думаю, что эта компания известна на весь мир. И Канада гордится двумя вещами в основном – своим хоккеем и своими пуховиками. Так вот, канадский гусь – это как бы большая гордость Канады. И пуховики, конечно, производятся у нас давно и поражают своими ценами космическими. Но, так сказать, не просто так. У них очень хорошее качество. Вот я вам снимаю очень нехарактерный для Канады гусь пуховики. И я зашла на их веб-сайт и прочитала, что это коллаборация с брендом Reformation. Вот уж не знала, что Канада Гус сделает коллаборации. Но, видите, они такие необычные. Канадские пуховики обычно выглядят немножко по-другому. Здесь более такие типичные пуховики. Вот буду вам их показывать и пока рассказывать про эту коллаборацию. Коллаборация с американским брендом Reformation. Это в Канаде он есть один, по-моему, только магазин. Но не в этом шоппинг-центре, в другом. Это довольно дорогой американский бренд с очень красивыми платьями. Они делают очень красивую одежду. Женственную такую, знаете, элегантную. Даже не элегантную, нет. Очень женственную. Очень такую чувственную, я бы сказала. Не хочу говорить другое слово. Кекси. Одежду, чтобы YouTube меня не забанил. А вот. Но вот сделали они коллаб Канад Гусь с этой компанией. Там, в принципе, в компании Reformation все в основном платится. На шлейчках, сарафанчике, с голой спиной, с открытыми руками, плечами. И вот так вот они сколлаборировались. И сделали вот такие цветные веселенькие пуховички. Ну, а это уже стандартные пуховики канадские компании Канда Гусь, которые производятся практически каждый год. У них не меняется фасон. Ну, в общем, меняется, но немножко. Что еще хочу сказать, что несколько лет назад они очень торжественно, громогласно объявили, что они перестают использовать натуральный мех в своем производстве, в своих изделиях. Но, тем не менее, как вы видите, прекрасненько куртки с натуральным мехом, с меховой торочкой висят в магазине. Вот. Есть с мехом, есть без меха. Вернее, так. По-моему, куртку с мехом можно купить, и этот мех можно отснять и убрать с куртки. А есть куртки, которые продаются сразу, без меха, но они никогда не используют в своем производстве искусственный мех. То есть или натуральный, или вообще без. И вот хочу вам показать магазин. И немножко помолчу, наверное, сейчас, чтобы вы услышали, как это все увидели, как это все выглядит и звучит. Вот так вот, такой дизайн магазина, очень необычно, очень интересно, и в магазине все время дует ветер. Вот, как будто бы холодный ветер. И так и хочется закутаться в теплый пуховичок. И так и хочется закутаться в теплый пуховичок. Вы слышали этот звук? Как будто я ступаю по льду, который трескается у меня под ногами. Вот такой вот прям эффект присутствия. Молодцы, конечно, очень здорово сделали они дизайн магазина. И еще одну елочку вам сниму. Вот не могла тоже пройти мимо. Такая красивая, большая, с красными огоньками. Красавица необыкновенная, высотой почти под потолок. Искусственная, конечно, елка. Но так радуют эти огоньки. Конечно, невозможно просто пройти мимо. И не порадоваться этому, не заснять. В общем, детство у нас навеки. Сейчас мы идем в магазин, который называется Sporting Life. Это большой двухэтажный магазин. Собственно говоря, все происходит на втором этаже. На первом этаже продают мелочи. Вальшки, перчатки, шапочки. В общем, такие вещи. Очень тоже интересный дизайн магазина. Сделан он в таком, как будто бы, такое горное шале. Горный домик. Видите, здесь даже вот на витрине такая тележка, которая везет горнолыжников на гору кататься с горы. И сделано вот такое вот подобие камина. Каменная кладка. Сам огонь. Бревна вокруг. В общем, очень интересная, очень приятная атмосфера в магазине. Вообще, все сделано в таком деревянном стиле. Деревянного дома в горах. Коттеджа такого, знаете. Смотрите, какая барн-дор это называется. То есть, амбарная дверь. Совершенно декоративная. Опять же, едем на второй этаж. И все стены выложены деревянными досками. Ну, такой, создается атмосфера такого горного домика. Очень приятный, приятный магазин. Я его очень люблю. Он очень большой. В нем продаются пуховики вообще всевозможных фирм и компаний, которые только присутствуют в Канаде. Вот эта компания Nobis. Она довольно малоизвестна, но я ее знаю, потому что моя знакомая работает в этой компании. И они тоже шьют очень качественные пуховики. Они, конечно, ну, они утверждают, что они не менее качественные, чем пуховики Канаде Гус, но просто они меньше известны, меньше раскручены, поэтому они немножко дешевле, ненамного. Вот эта вот цена. Я на озвучке, к сожалению, не вижу, но я думаю, что там вы увидите написано. Цена тоже тысяча, там, с чем-то долларов. Значит, я могу такой пуховик получить за полцены, поскольку моя знакомая работает в этой компании. И они могут покупать эти пуховики за 50% стоимости, причем в количестве там штук 6 в год или что-то такое. То есть она уже одела в себя, мужа, всю свою семью, всех своих друзей и знакомых, и, в принципе, продолжает одевать, потому что, еще раз повторюсь, пуховики очень качественные и совсем неплохие. Это тоже компания МакКейдж, это тоже канадская компания, тоже довольно известная в Канаде, но, опять же, в мире, может быть, немного менее известная. Вот видите, здесь написано температура в градусах и фаренгейтах 25 до минус 25 градусов или минус 13 фаренгейт. Тоже с натуральным мехом отторочка капюшона. Они из разных цветов. Я не могу сказать, понимаете, не ищите в этих пуховиках трендовых, модных, фасонных вещей. Это пуховики, предназначенные на зимний холод. И, так сказать, ну не для красоты, а для удобства и тепла. Но, тем не менее, они довольно прилично выглядят, пристойно выглядят. Очень много лет подряд в Канаде считалось, я вам буду сейчас вот так снимать, просто вокруг и просто рассказывать, что носить пуховики с искусственным мехом – это просто за шквар. То есть или натуральный, или никакого. А лучше натуральный, потому что если у вас пуховик без натурального меха на капюшоне, то вы, в общем, как бы, жизнь ваша не удалась. Это шутка. Я хочу сейчас остановиться и обратить внимание, что вот в этом пуховике даже внутри капюшона делан мехом кролика, а снаружи лисы. То есть вот даже вот такие варианты бывают. Это компания Moose Knuckles. Вот у него такой вот значок. Переводится название как «Лосиная копытца» или какая-то, в общем, ну какой-то что-то от лося. Стоят они тоже как крыло от самолета или как полкрыла от самолета. Они немножко подешевле, по-моему, чем Canada Goose. Ну, если подешевле, то, может быть, там разница в 100 долларов каких-то. Кстати, цена, вот я не знаю, если вы видите, там написаны цифры и написано CAD. CAD – это канадский доллар. Даже нету значка доллара, но просто у нас все знают, что это как бы обозначение канадский доллар. Канадский доллар немножко дешевле, чем американский, но чуть-чуть меньше. Ну, в общем, в принципе, поэтому у нас все дороже, потому что у нас наш доллар немного пониже. Вот. Вот куртки, видите, разных размеров, разных вариантов, разных расцветок, разный мех. Вот даже есть они сейчас на 30% сейл на них, скидка. Есть такие потоньше. Вот, по-моему, вот эти вот куртки. Хотя я не уверена, но это тоже Moose Knuckle. Они, может быть, чуть-чуть потоньше, потому что они не рассчитаны на такую холодную, прихолодную зиму. Но в любом случае цена у них тоже такая. Ну вот, 850 долларов, значит, эти немножко подешевле. Ну что ж, продолжаем бродить и разглядывать. Снова компания Moose Knuckle. Вот у них тоже есть такие жилеты с капюшоном. Вообще бесполезная вещь, по-моему, чисто для красоты показать красивую оторочку на капюшоне. По-моему, она... Они делают ее из песца. Вот у них очень много песцовых именно вот оторочек на капюшоне именно в этой компании. У них у всех разные. У кого-то лиса, у кого-то песец. Вот у них много песца. Белый, черный. Черный для мальчиков, белый для девочек, но не всегда. Иногда они и мужские есть с белой оторочкой. И помпоны. Вот это их как бы такой фирменный знак. У них часто вот эти вот помпоны на куртках, капюшоном приделанные. Не вижу цену, но вы видите, наверное, за меня. Ну, в общем, вы понимаете примерно, какой порядок цен. Это розовенькие для девочек. Тоже с помпончиками песцовыми. Симпатичные такие игривые курточки. Кстати, обратите внимание, как они висят. Каждая имеет вешалку. На вешалке замочек. Вот так вот, чтобы никто не лапал, не цапал, на себя не надевал. И не утащил, конечно. Вот каждая куртка почти тысяча долларов плюс-минус, а некоторые по две. Я вам потом померю, покажу. Там Канада ГУС по две тысячи, почти две тысячи долларов. Вот какая интересная штучка. Это для, конечно, смелых девушек или парней. Тоже компания МакЕйдж. Вот такая вот лунная куртка серебристая, без капюшона, без меха. Она тоже не дешевая, потому что тоже, видимо, довольно теплая. Вот посмотрите, какой красивый мех. Это лиса, по-моему. И, в общем, много-много всякого всего, разного всякого. Так вот, я начала рассказывать, что довольно долго у нас пуховик без меха считалась, ну, как бы, приличная женщина или вообще. Ну, в общем, все старались купить пуховики с натуральным мехом на капюшоне, оторочка. А потом пошел тренд, что натуральный мех – это зашквар, что натуральный мех носить нехорошо и некрасиво. И очень многие компании отказались. Как я уже сказала, Канада ГУС объявила, что отказывается от натурального меха, но, тем не менее, нет. Ну, и вы видите, здесь вот очень много висит курток с натуральным мехом. Вот это, кстати, здесь куртки из Канада ГУС. На них тоже 30% скидка. Они очень дорогие. Они стоят, сейчас я вам сниму этикетку, по-моему, 1850 долларов. В общем, почти 2000 долларов. И, кстати, я хочу вам сказать, что это не окончательная цена. В Канаде еще есть налог 13%. То есть вы когда, вот видите, 1845, вы приходите в кассу, и вам еще прибавляют 13% от этой стоимости. И у вас получится больше 2000 долларов за куртку. Ну, почему Канада ГУС такие дорогие? Я посмотрела на их веб-сайте. И вообще, что пишут про Канада ГУС. Значит, они используют какой-то очень специальный перо и пух от специальных гусей, канадских, каких-то особенных канадских гусей, высочайшего качества, который за годы и годы может служить вам, и ничего с ним не произойдет. А это, кстати, вот именно вот эти куртки дорогие. Они являются частью какой-то программы по спасению полярных белых медведей. И там написано, что часть прибыли от этих курток отчисляется в фонд спасения белых медведей. Здесь вот всяческие характеристики этой куртки. Целые тома и книги написаны, причем на двух языках, по-английски и по-французски, что это рассчитано на температуру 30 градусов и ниже. И у них очень рассчитано на какие-то критические условия, страшные холода и так далее. Опять же, написано все на двух языках. И вот такая вот цена на куртки Канда Гус, на другие чуть подешевле, но тоже, в принципе, совсем-совсем дешево. Кстати, я знаю, что Мусс Накл, по-моему, продает свои куртки в рассрочку. То есть, если вы покупаете у них на веб-сайте, вы можете оформить там платежи на 6 платежей или что-то такое. То есть, в общем, какие-то ищут пути подхода к населению, чтобы народ совсем не разорялся, покупая их продукцию. Вот эту компанию я вижу впервые, если честно. Пи-Джи-Эс, несмотря на надписи Аляска, Анкорыч. Анкорыч – это столица Аляски. Это компания итальянская. Я тоже поискала ее в интернете. Стоит она чуть-чуть подешевле, чем Гусс. Но, в принципе, столько же, сколько остальные компании. Это, опять же, повторюсь, компания из Италии. Тут тоже очень много всяческих характеристик. Какая температура и так далее. Вот цена чуть пониже, но это тонкое пальто. Это не толстое теплое пальто с мехом. Это пальто, видите, такое потоньше. Типа вот этих тоненьких пальто из уникло. Ну и стоит оно немножко подешевле, чем очень теплое зимнее пальто. Рассчитано на более высокую температуру. Не на 30 градусов мороза, а там 15-20, что-то такое. Ну, в общем, тоже достаточно холода. Посмотрите, какая интересная лампа, люстра, светильник в этом магазине. Вот. В общем, много-много. Но, видите, я нашла куртки, которые висят без вот этих вот замков. Что можно, в принципе, ее примерить. Конечно, можно попросить продавца, чтобы он открыл вам. Они с удовольствием... Народа было много, но много было продавцов. Они бегали, спрашивали, предлагали свои услуги. Спрашивали, нужно ли что-то, не нужно. Вот. Но я уже не стала их беспокоить, потому что примеряла я, вот, как видите, просто для себя и для вас. Потому что мне, в общем, пуховик не нужен. Пришла я посмотреть для сына. Ну, я знаю цены, я знаю, какие есть пуховики на рынке в основном. Я не знаю, что он хочет. Вернее, я знаю, что он хочет. Но, в общем, посмотрим, что мы ему купим. У него сейчас большое увлечение. Он увлекается сноубордингом. Там свои какие-то примочки должны быть в куртке. Вот, примерила, значит, я вот этот пуховик Канда Гус за 1845 долларов. Только не голубой, а он такой белый. Он даже не совсем белый, он такой белосерый, такой мраморного цвета. Вот видите, он в таких разводах. Посмотрела, что там у него внутри. В общем, здесь тоже целые механизмы. И, видите, вот эти вот шлейки, которые они пришивают, такие внутри пуховика. Это для того, что если вы куда-то приходите в теплое помещение, допустим, в мол или в магазин, и вы ходите, и вам жарко, то вы можете его снять и как рюкзак повесить на плечи себе и носить его, пуховик, как рюкзак. Вот еще какие-то приспособления для того, чтобы его застегивать, пристегивать, чтобы вам ничего не поддувало и не продувало. Это действительно все очень продумано. Но, как они утверждают в компании Канда Гус, что это не просто куртки, это целое инженерное сооружение. Инженерная мысль работает над этими куртками, и поэтому они такие дорогие. Там какая-то специальная ткань. Как я уже сказала, наполнитель, вот этот пух-перо, который из каких-то специальных, особенных канадских гусей. Вот, и поэтому вот такая вот цена. Примерила я пуховик Nobis, той компании, в которой работает моя знакомая. Это размер Extra Large, и он мне маленький. Я немножко прифигела, если честно. Как бы, надо ей сказать, что происходит вообще. Но она не занимается пошивом пуховиков. Она бухгалтер, она работает в бухгалтерии, она экономист. Вот, поэтому, как бы, размеры и пошивы, и фасоны, она не имеет к этому никакого отношения. Она в основном занимается расчетами прибыли, которые очень хорошие в этой компании. Кстати, очень любят китайцы. Они очень много этих пуховиков Nobis отправляют в Китай. Как ни странно. И примерила я пуховик компании MacAge. У них потрясающе красивые капюшоны из лисы. Очень красивый мех. Такой пышный, наполненный. В общем, то, что надо. Это, по-моему, был размер Large. Он мне, в общем-то, подошел. Плюсом в нем является то, что, видите, внутри еще пришита такая, как бы, вставочка. Вот такая вот, которая... Такой тоненькой курточки, которая застегивается коротенькой. И вы можете ее сверху, так сказать, куртки расстегнуть и остаться в этой застегнутой. То есть она менее продувается. И вот такая вот тоже немаленькая цена. Некоторые из них сейчас на 30% скидки. Вот здесь вот тоже всякие характеристики. Плотность, вот пух перо, видите, капюшон, манжеты, карманы, которые изолированы. Манжеты для суперхолода, капюшон для суперхолода. И вот, опять же, температура минус 25 Цельсия или минус 13 Фаренгейта. Ну, вот такой у нас сегодня обзор получился. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Как вы понимаете, Канада – это страна, где пуховики являются одной самой главной частью одежды наших жителей. Без них никуда, без них никак. Большую часть года мы находимся в них. Мы носим пуховики, поэтому стоят они так дорого. Поэтому пуховик – это вложение. На пуховиках хороших не экономят. Покупают качественные, дорогие, носят много лет. Ну, а на сегодня все. Люблю, целую. С вами была ваша Дита. Привет из Канады. Пока-пока-бай. Продолжение следует...